Утро в Толкском монастыре начинается с доения. 10 коров и каждая дает по 25 литров молока в день. Доение трехразовое, процесс только кажется простым. Первым делом с коровой надо подружиться. На самом деле мне не очень получается, потому что мне жалко корову. Но что-то получается. Чтобы процесс доения приносил максимальное количество молока за минимальный промежуток времени, нужен опыт. У некоторых не получается даже спустя месяцы тренировок. Говорят, доить лучше удается тем, кто водит автомобиль. Руки обычно болят. В первые несколько месяцев всегда болят руки, потому что мышцы еще не привыкли к такому. Настоянно, как бы прошли. Есть даже специальные резиновые тренажеры для рук, чтобы накачивать мышцы. Надойным молоком теперь нужно напоить теленка. Теленку по имени Красавчик всего месяц. И он еще не отвык от маминого вымени. Попив молока, обязательно тянется к соске. Подоенную корову теперь нужно покормить. Когда жара спадет, коровы смогут поесть сами. Их выгонят на пастбище. После очередное доение. Полученное от монастырских коров молоко не только пьют. Из него прямо здесь делают сыр и творожную продукцию. Неотъемлемая часть жизни монастыря – паломники и туристы. Их к коровам не пускают. Они любуются красотами. Я здесь была лет 20 назад, когда здесь были леса, были строительные работы. Было очень скромно, все бедненько, страшненько. И то, что мы сегодня попали в такое великолепие, глаз радуется. Я была здесь очень давно, еще училась когда, может, очень давно была. Сейчас, конечно, здесь такая красота, необыкновенная красота. А тем временем в другой части монастыря готовятся к зиме, закатывают помидоры. В итоге получится банок 800. А еще собирают ягоды и сушат чайные травы. Ну а в августе придет время праздника. На 700-летие здесь ждут патриарха, которому тоже обязательно предложат оценить местное толкское молоко. Екатерина Бубнова, Сергей Мазилов. День в событиях. День в событиях.